В своем выступлении хотелось бы рассказать больше не о технологиях динференцированного внесения, а о технологиях цифрового управления хозяйствами, то есть просто платформах, которые позволяют собирать все данные с хозяйств и в цифровом виде уже заниматься управлением. Двусловно, компания, то есть мы с 2002 года на рынке, сейчас у нас около 100 человек работает, не будем на этом останавливаться надолго, то есть сейчас также мы входим в эту систему Кирбанка. Основные наши направления деятельности, это как раз разработка платформы для управления секретными предприятиями, поставка оборудования и также мы занимаемся производством бесплодки для этих аппаратов. Далее непосредственно по самим технологиям. Какие вообще направления мы выделяем, то есть какие основные подходы в плане цифровых технологий для управления хозяйством мы выделили у себя в процессе работы с нашими клиентами. Ну, это базовые 8 технологий, которые самые популярные. Ну, прежде всего, это электронные карты полей, о которых уже много сказали, тут, я думаю, даже не будут застрять внимание. Дальше, соответственно, это процессы планирования работы на полях, то есть опять же это важный момент, который многие до сих пор делают вручную бумажку, в лучшем случае в Excel, но при этом опять же компьютерные системы, то есть цифровые системы, они позволяют здорово просить этот процесс. Далее, это учет работ на полях, то есть опять же это мечта любого руководителя хозяйства, чтобы понимать точно с точки зрения гектара, сколько такой механизм в площади обработал, сколько кому нужно заплатить заработные платы, и чтобы все это делалось автоматически и сразу поступало к бухгалтерию. Далее, это контроль, то есть опять же важный момент, потому что все мы знаем, что в хозяйстве много у нас воруют, то есть и контроль за производственными процессами, то есть как с точки зрения хищения, Так, с точки зрения самих технологических процессов, соблюдения скоростных режимов, простой техники и так далее, то есть он тоже очень важен, и этому очень много внимания сейчас уделяется. Ну и далее это блок полевые осмотры, то есть опять же технология, ну как называется, фельдскаутинг, то есть когда агрономы уже не на бумаге фиксируют то, что в полях они обнаружили, а уже все фиксируется в цифровом виде. И технология спутников и снимков, они с этим неразрывно связаны, то есть об этом тоже уже много говорили, тоже не буду на этом застрять внимание. Ну и последние два блока это беспилотники и я-системы, то есть которые позволяют как раз проанализировать все эти данные, которые в хозяйстве собираются. Ну опять же, то есть основное, о чем хотелось бы сказать, это именно вот о комплексных платформах, которые позволяют все данные с хозяйства собрать, обработать и уже руководить и понимать, что у них в хозяйстве происходит, как нужно управлять хозяйством, какие-то рекомендации давать. Ну в целом опять же, чтобы это все было централизовано, удобно и упрощало работу самих сотрудников хозяйства. Ну по технологиям опять же, по картам полей, тут не буду застрять внимание, то есть отображение прежде всего на карте, где что находится, где что растет. То есть тут важный момент, который тоже, я думаю, многим уже известен, это само собой наложение юридического слоя на реальный слой обрабатываемых полей. С чем это связано? Ну с тем, что зачастую у нас в России в хозяйстве то, чем вы владеете юридически, плохо соотносится с тем, что по факту обрабатывается. То есть можете там платить налоги за 1000 гектаров, реально обрабатывать 900. То есть понимание этих вопросов, ну это то, с чего следует начинать. То есть тут были как раз вопросы по приоритетности технологии, то есть это вот, ну после электронных карт полей, это второй момент, это наложение катастроевого слоя, чтобы понять, как вообще соотносится катастроевый слой с реальными границами полей. Далее, что касаемо планирования работ на полях, тут этот момент меньше затрагивали, то есть опять же, ну грубо это все делится не 4 даба, это планирование селопорота, это планирование сезона, планирование техкарт, дальше уже оперативный план работ на полях и формирование учетных листов, то есть уже понимание, что по факту происходит. То есть тут опять же, ну системы цифровые, они на самом деле в этом, в этих вопросах уже могут здорово помогать агрономам. То есть это прежде всего, ну в целом рекомендательная система, то есть то, что агроном понимает, видит всю информацию с полей, видит всю историю полей, то есть все уже в цифровом виде, и он понимает, там, какую культуру на полях посадить, там, что-то ему рекомендует система. Дальше это планирование технологических карт, то есть в этом моменте опять же система, она может помочь рассчитать потребность техники ТМЦ, понять, успеет техника выполнить работу, не успеет. То есть опять же, это то, что делается сейчас вручную, там, в лучшем случае в Excel, то есть для компьютера делать эти расчеты по нормам выработки, там, по работам на полях, это, ну, очень простая операция. Ну и далее, соответственно, вы уже получаете план работы по каждому полю, ну и по этому плану уже двигаетесь в процессе сезона. Куть еще хотелось бы отметить момент по SEO-обороду, то есть тоже сейчас новые технологии, которые начинают активно использоваться, впервые всего, в крупных холдингах, но также уже приходят, там, и к среднему, и к малым хозяйствам. То есть это, например, технология компьютерно моделирована, ну, для примера в плане SEO-оборода, то есть тоже это тот процесс, на который влияет очень большое количество факторов, и перед началом каждого сезона акроном, там, он должен посидеть, должен все эти факторы учесть, должен спланировать оптимальные культуры на полях, чтобы, опять же, ну, не нарушить правила оптимального SEO-оборода. То есть в этом плане, опять же, компьютер, компьютерная система и цифровые технологии, они, для них это просто задача оптимизационного моделирования. То есть, опять же, это, там, минутные расчеты, они могут сразу учесть, там, все эти, там, 20-30 факторов и предшественников, там, и рельеф полей, и то, что на полях до этого выросло, как обрабатывались поля. То есть, и уже на основании этих все аналитики, то есть система уже дает модель оптимального SEO-оборода на основании всех факторов, которые есть в хозяйстве. То есть, на самом деле, как мы видим, будущее сельского хозяйства, причем это недалекое будущее, то есть мы думаем, что это будущее уже в ближайших лет, поскольку, как я уже говорил, то есть крупный, полный выходят технологии, они уже активно применяются. То есть, это то, что агроном уже будет не выбирать, какую культуру на поле сажать, там, на новом конкретном поле какую культуру, а агроном будет выбирать из моделей, которые ему будет предлагать система, то есть выбирать ту модель SEO-оборода, которая будет подходить для его хозяйства в текущем сезоне. То есть, система будет моделировать, как культуру оптимально расположить, а агроном будет выбирать тот вариант, который ему больше подходит. Ну, и то же самое касательно других процессов, то есть и планирование работ на полях, и технологических, так, то есть, опять же, в этом плане компьютерное моделирование, оно сейчас шагнуло далеко вперед, и в сельскохозяйстве сейчас эти процессы, эти моменты начинают набирать большие обороты. Но опять же, после того, как все данные спалировали, все работы на паях учли, очень важно проводить аналитику всего того, что собрано спали, потому что, опять же, когда у вас на столах есть громадные бумажные отчеты, бумажные таблицы с кучей данных, то достаточно сложно их проанализировать. В этом плане, конечно, на помощь приходят уже отчеты в виде инфографики, цифровые диаграммы, круговые диаграммы, графики, то есть, опять же, чтобы можно было быстро данные проанализировать и руководителям принять управленческие решения. Ну, что касаемо учета работ на паях, ну, прежде всего, это, опять же, все основывается на мониторинге техники, то есть то, о чем здесь уже говорили, то есть это первый этап внедрения технологии электронного учета работ на паях. То есть, ну, дальше уже необходимо подключать цифровые технологии, то есть, которые будут помогать автоматизировать процесс учета работ на паях. То есть, опять же, система на основании вот этих треков, которые вы сейчас видите на экране, то есть, там, техника двигается, там, на паях работает, но при этом, вот, даже в те 10 секунд, там, в которые идет анимация, там, на самом деле, на этих паях могло произойти, там, 100 нарушений, при этом, там, было обработано 20 полей, и визуально на этой картинке это распознать достаточно сложно. То есть, в этом плане, опять же, компьютер, там, и цифровые системы, они позволяют эти процессы здорово автоматизировать. То есть, система может сама определять, на каких полях техника работала, то есть, условно говоря, там, учетчику не нужно думать, там, где у нее реально были работы, где техника не поработала. То есть, опять же, облачные сервисы, цифровые системы все делают это автоматически. То есть, учетчик понимает то, что техника у меня отработала на каких-то полях, столько-то гектар было отработано, столько-то времени выработано. То есть, опять же, это база для всех остальных технологий, когда вы уже четко понимаете, четко собираете все эти данные, которые с полей у вас поступают. То есть, и в бухгалтерию сразу же, опять же, эти все данные идут, и бухгалтер понимает, какому механизатору сколько зарплат можно заплатить. Ну, опять же, на выходе всего тоже, это мечта многих руководителей, это электронный учетный лист. То есть, когда уже не на бумаге происходит весь обмен данными, а в цифровом виде, то есть, в Excel-файле уже готовый заполненный учетный лист сразу формируется и уже с ним работают сотрудники, и он сразу передается в бухгалтерию. Ну, дальше, опять же, момент по тревогам, то есть, по контролю за работой техники и вообще процессами на полях. То есть, опять же, проблема внедрения цифровых технологий, она связана с тем, что зачастую у хозяйств нету достаточного количества сотрудников, чтобы этими технологиями заниматься, чтобы, ну, у них просто нету на это времени, особенно в разгар полевых работ. То есть, в этом плане, опять же, цифровые системы, они могут автоматизировать обработку данных, то есть, они собирают все данные, анализируют, если какие-то есть отклонения, то они оповещают пользователей, если отклонения нет, то они не оповещают. То есть, в этом случае, опять же, агрономы, они могут, находясь в полях, получать просто смс-уведомления, в телеграм-уведомления, по электронной почте о том, что есть какие-то отклонения. Они уже реагируют, то есть, они не сидят за компьютером, не смотрят 24 часа в сутки за всеми данными, они реагируют чисто на эти отклонения. То есть, условно говоря, то, что на поле какая-то неоднородность обнаруживается, то, что техника скоростной режим превышает, то, что простаивает техника, например, начну смену. То есть, это все эти факторы, которые напрямую влияют потом на собранный урожай, то есть, которые вручную контролировать достаточно сложно. То есть, в этом плане, опять же, цифровые системы, они позволяют этот процесс автоматизировать практически максимально. То есть, то, что люди будут реагировать только на те события, на те происшествия, которые уже произошли, то есть, которые уже случились, и они не пропустят ни одно событие, поскольку, опять же, тут нет человеческого фактора, все происходит автоматически. Вот, например, там по простой технике, то есть, можно определять, по каким причинам техника в период села, в период уборочной кампании простаивала, то есть, и уже понимать там то, что механизаторы на веке задерживаются, либо там заправка долгая, либо техническая неисправность постоянно возникает. То есть, опять же, сбор этих всех факторов, сбор этой информации, он позволяет руководителям понимать, что происходит у него в хозяйстве, понимать, какие решения нужно принимать, и уже, опять же, за счет этого повышать, в конечном счете, урожайность полей. Ну, спутником анидолин, как я всегда говорил, как предыдущие коллеги говорили, уже много об этом сказали. То есть, как мы видим, ну, самый простой способ его использования, это, прежде всего, оптимизация проведения полевых осмотров. То есть, даже если у вас нет техники, которая оборудована под технесение, под технологией точно день недели, то есть, соответственно, спутники, они помогут агрономам быстрее распознавать, быстрее понимать, на каких полях есть какие-то проблемы, быстрее в эти поля выезжать, не пропустить, опять же, какие-то проблемы, которые могут привести к потере урожая. То есть, опять же, по спутнику вы понимаете то, что у вас, условно, из 100 полей есть 10 полей, самые проблемные. Соответственно, что вообще можно по снимкам увидеть тоже. Это уже много что показывали. То есть это и просевы, это разные технологии выращивания, болезнь и сырники, культура с разными сроками вегетации. То есть опять же основная суть в том, что причину вы однозначно по снимку не поймете. То есть вы поймете то, что вот у меня есть поле, на нем есть какая-то проблема. То есть оно развивается не так, как остальные поля. То есть дальше все равно вам нужно либо делать осмотр беспилотником, либо выходить на поле и уже с мобильным положением фиксировать то, что в поле обнаружено. То есть словно говоря, спутники, они помогут агрономам понимать, какие поля нужно выйти в первую очередь и какие зоны на полях нужно осмотреть. Дальше опять же они уже идут с мобильными положениями, то есть уже ни на бумаге, ни вручную, а в электронном виде записывают, ну фиксируют фотографию, определяются их местоположения, все параметры, которые они записали. То есть и уже у них эта вся база данных начинает накапливаться. То есть руководитель может посмотреть, что агроном реально был в поле, где он находился, что он зафиксировал. Ну а агроном для себя собирает эту базу данных, опять же уже где-то не на бумаге, а все в цифровом виде. Ну и последние два блока это бесплодные летательные аппараты, то есть тоже по ним, ну какие вообще основные задачи не решают, на самом деле одна самая популярная задача у них, для которой большинство хозяйств их начинают применять, это прежде всего и нейтрализация земель. Почему? Да потому что это просто, это производительно, ну и при этом это достаточно эффективно. То есть при этом точность тоже она не сильно уступает надземным способам. То есть соответственно для того, чтобы актуализировать свою электронную контуру полей, запустили беспилотник, отсняли контуру, отсняли снимки полей, адресовали по ним контура и быстро актуализировали свою электронную карту полей, то есть уже поняли все точные площади. То есть хотелось бы больше рассказать тоже о новой возможности, которая, например, находит применение беспилотников. То есть, например, это интеллектуальный осмотр полей, поскольку, опять же, не всегда есть время, каждое поле полностью облетает беспилотником. То есть в этом случае можно комплексно использовать уже и спутниковые снимки, и данные из беспилотников. То есть по спутниковым снимкам можно выделить проблемные поля и выделить проблемные зоны на них, и дальше уже выставить на эти поля беспилотник. Соответственно вот таким образом, например, строится маршрут по проблемной зонам на полях. То есть это, например, как агрофимовследование, то есть мы уже не летаем по всему полю, то есть мы не осматриваем каждую точку поля, то есть мы осматриваем только проблемные места на поле. То есть это позволяет в десятки раз увеличить скорость облета поля без приводника. То есть и при этом это позволяет получить снимки более высокого разрешения. То есть для примера, на этом поле сплошной облет занял 100 километров, а облет по маршруту занимает протяженность маршрута по облету по точкам уже 4 километра. При этом опять же осматриваются все те же самые зоны проблемные, при этом тот же самый результат получается. Ну и на выходе мы дальше уже имеем карту, то есть где мы видим в какой точке какой снимок был сделан. И вот примеры результатов съемок беспилотника, то есть какие качества изображений можно получить. То есть на самом деле уже беспилотники, они составляют конкуренцию даже надземным осмотром. Конечно, с них тоже можно не все увидеть, то есть ряд вопросов, ряд моментов, без беспилотника под растение условий не заглянешь, почту не посмотришь. Но опять же, то есть беспилотники тоже мы видим, это тот инструмент, который на самом деле в сельском хозяйстве, там в зарубежных странах, в Америке, в Австралии и так далее, и в Европе уже очень активно применяется в сельском хозяйстве. В России пока они не так активно применяются, но на самом деле с каждым годом мы видим увеличение вот этого спроса, увеличение активности в хозяйстве применения беспилотника, поскольку тоже мы понимаем то, что на горизонте нескольких лет беспилотники уже будут во многом заменять агронома, они будут более эффективны, поскольку опять же вот тот маршрут, который я показал, то есть беспилотник, его пролетает за 10 минут, там агроном будет это более обходить там час-два, чтобы такой же результат получить. При этом опять же вот эти снимки, которые беспилотник получает, ну пока еще их полностью автоматически обрабатывать нельзя, но там рано или поздно появятся уже технологии, которые позволят автоматически по ним уже понимать, на каких снимках есть сорняки, где есть болезни, где вредители, то есть это еще больше автоматизирует и упростит осмотр полей. Опять же, осмотр будет заключаться в том, что вы просто выделили проблемные поля, запустили по ним беспилотник, и беспилотник вам сказал, что на этих полях есть проблемы, а на этих полях проблем нет. Дальше вы уже принимаете решение, либо используете рекомендацию сервиса по тому, что с этими полями делать. То есть это достаточно простая технология, которая реально, это не какое-то далекое будущее, но и которое уже реально можно применять. Ну и последний блок это BI-системы, то есть это системы визуализации аналитики. Есть уже система, которая собирает все данные по хозяйству, дальше их нужно представить в нужном разрезе, то есть нужно визуализации, чтобы их можно было удобно проанализировать. То есть в своем плане сейчас начинает выбирать популярность эта BI-система, это как раз система, которая создана для визуализации всех данных, чтобы вы могли быстро посмотреть, какой механизма у вас лучше работает, какая техника лучше себя показывает, какая техника надежнее, какие культуры по финансовым показателям лучше себя показывают, какие кожи. То есть, опять же, в целом у вас все хозяйство будет как на ладони, то есть вы будете понимать все производственные процессы, будете понимать, что у вас происходит, ну и уже на основании этого можете принимать управничество решения.